Здравствуйте! Я Татьяна, и мне помогают Мария и Андрей. Мы продолжаем начальный курс традиционной йоги. Сегодня мы разучим одну из важных поз йоги – халасана, поза плуга. Начнём с повторения поз предыдущих занятий. Я вас попрошу встать. Встаньте в тадасан. Поза горы. Тадасан, поза горы. Встаньте, соедините вместе внутренние части стоп. Вытягивайтесь вверх. Помните, что йога – это занятие не для рекордов. Это занятие для развития, для улучшения своего состояния. Поэтому не переживайте, если у вас что-то не получается. Трудитесь, и результат к вам обязательно придёт. Вытянитесь в тадасане от стоп вверх к макушке головы. Тада гора. Поза должна быть твёрдой, устойчивой. Не качайтесь. Выравнивайте давление правой и левой стопы в пол. Тадасана. Встаньте в позу горы. Сегодня мы разучим новую позу. Это полная поза врикшасана, поза дерева. Поза даёт равновесие. Она развивает равновесие. У нас в организме, в теле всё связано одно с другим. Физическая устойчивость связана с эмоциональной устойчивостью. Если мы не можем стоять на ногах, качаемся, падаем, значит, мы не можем спокойно реагировать на какие-то окружающие события. Выполняя позу врикшасана и другие позы на равновесие, мы даём своему телу устойчивость. И это отражается на эмоциональной устойчивости. Мы становимся более стабильными, более спокойными. И люди, которые живут вместе с нами, замечают, что мы меняемся в лучшую сторону, потому что мы начинаем более спокойно реагировать на какие-то сложные стрессовые ситуации. Поза врикшасана учит нас этому. Встаньте в тадасану. Поднимите вверх коленные чашечки для того, чтобы усилить вытяжение ног. Вытяните позвоночник от самого основания вверх к шее и к макушке головы. Втягивайте лопатки внутрь. Расширяйте грудную клетку спереди. Согните правую ногу в колени и поставьте стопу правой ноги на внутреннюю часть левого бедра. Соедините ладони вместе. Со вдохом поднимите руки вверх. Выпрямите локти и удлиняйте себя вверх. Врикшасана. Поза дерева. Отпустите руки. Поставьте стопы вместе. Тадасана. Согните левую ногу в колени. Поставьте стопу левой ноги на внутреннюю часть правого бедра. Соедините ладони вместе. И со вдохом поднимите руки вверх. Выпрямите локти. Удлиняйте себя вверх от стопы к пальцам рук. Дышите ровно, мягко. Отпустите руки. Поставьте стопы вместе. Тадасана. Поднимите вверх правую руку. Выпрямите локоть. И удлиняйте руку вверх. Захватите левой рукой правое плечо. Потяните руку еще выше. И помогая себе левой рукой, поверните правое плечо наружу, назад. Сохраняя поворот плеча, согните правый локоть. Поставьте ладонь между лопатками. И снизу левой рукой захватите кисть правой руки. Поза называется Гамукхасана. Возможно, кому-то не удастся создать такой захват. Не расстраивайтесь. Вам можно взять ремень, можно взять какой-то поясок и помочь себе. Эта поза снимает тугоподвижность плечей, рук, шеи и верхней части тела. Если у вас устает шея, болит голова, то мы рекомендуем эту позу выполнять каждый день. Она удобна и прекрасна тем, что ее можно выполнять в любом месте. Вы можете сделать ее на работе, можете сделать ее где-то в общественном месте, если вас правильно поймут. Отпустите руки вниз. Тадасана. Поднимите со вдохом левую руку вверх. Вытяните левую руку. Локоть прямой. Правой рукой захватите плечо левой руки. Поднимите плечо вверх, чтобы растянуть весь бок. Поверните плечо наружу. Большой палец должен направляться к голове и назад. Это называется поворот плеча наружу. Согните локоть, поставьте ладонь между лопатками. И снизу правой рукой захватите кисть левой руки. Гамук хасана влево. Го переводится как корова. Поза коровы. Вы наверняка заметите, что в правую и в левую сторону поза получается по-другому, по-разному. Это говорит о том, что наши плечи, руки, что все наше тело несимметрично. Искривлено. Занимаясь йогой, мы выравниваем себя. Мы становимся более ровными, более уравновешенными, более гармоничными. Уходит искривление позвоночника. И мы начинаем чувствовать себя лучше. Отпустите руки вниз. Вытяните руки. Расслабьтесь. Утхита триконасама. Поза вытянутого треугольника. Согните ноги в коленях. Со вдохом, прыжком, поставьте ноги на метр десять. Выполните тадасану ногами. Удлиняй их от стоп к основанию. Удлиняем мы ноги для того, чтобы удлинить спину и удлинить позвоночник. Хорошее вытяжение ног дает хорошее вытяжение нижней части позвоночника. Поверните стопу, левой ноги внутрь, на градусов пять. Правую ногу всю поверните наружу на девяносто градусов. Поставьте стопы на одну линию. С выдохом наклонитесь вправо. Захватите правой рукой правую ногу. Поднимите левую руку вверх, ладонь вперед. И поверните голову, смотрите на большой палец левой руки. Старайтесь не зажимать шею. Если наши плечи направляются в сторону головы, шея становится короткой. Возникают деформации в шее и возможны боли в голове. Сделайте движение обратное. Направляйте плечи в сторону ног. И вы почувствуете, как шея удлиняется. Это дает свободу в области головы, в области плечей. Вы почувствуете легкость после такого выполнения утхита триконаса. Со вдохом поднимитесь, раз, поверните стопы вперед, правую стопу поверните внутрь, левую всю ногу наружу. Вдох. С выдохом утхита триконаса. С выдохом поднимитесь, поверните стопы вперед, прыжком поставьте стопы вместе и расслабьтесь. Тадасана. Сделайте несколько ровных, спокойных вдохов и выдохов. В первое время у вас может закружиться голова, появится слабость при выполнении поз, если сосуды у вас слабые. В этом случае не нужно пугаться, нужно остановиться, лечь на спину, полежать какое-то время и, когда состояние улучшится, медленно встать и продолжать со всеми вместе. Помните об этих предостережениях. Следующая поза называется утхита паршва канасана. Напоминаю, что все позы называются на древнем санскрите, и все они переводятся. Слово утхита переводится как вытянутый. Паршва – бок, кона – угол. Поза вытянутого бокового угла. Тадасана. Со вдохом-прыжком поставьте ноги на метр двадцать. Держите колени поднятыми, локти прямыми и следите за движением плечей. Мы сегодня говорили с вами о том, что плечи должны направляться от головы для того, чтобы удлинялась шире. Поверните стопу у левой ноги внутрь на градусов пять. Правую ногу всю наружу на девяносто градусов. Сделайте вдох и на выдохе согните правую ногу так, чтобы бедро оказалось параллельно полу, голень перпендикулярна. Наклонитесь вправо и поставьте кончики пальца в правой руки за правую стопу. Левую руку поднимите вверх, ладонь вперед. Вытяните руку вверх. Разверните плечо, локоть, ладонь в сторону головы и отпустите руку над головой. Поверните голову, смотрите на левый локоть, отталкиваясь левой стопой, удлиняйте левую ногу, левую часть туловища и левую руку в одну линию. Боковое вытяжение. Со вдохом поднимитесь. Напоминаем, что при проблемах давления руки нужно вытягивать очень осторожно. Поверните правую стопу внутрь, левую ногу наружу. Поставьте стопы так, чтобы центр пятки левой стопы и правой находились на одной линии. На выдохе согните левую ногу. Правую ногу оставьте вытянутой, не отрывайте стопу от пола. Поставьте кончики пальцев левой руки на пол за стопу, правую руку поднимите вверх, ладонь вперед. Разверните правое плечо наружу, так как мы с вами учились в гамму-кхасане. Отпустите руку над головой, поверните голову, смотрите на правый локоть. Отталкиваясь правой пяткой, удлините правую ногу, правый бок и правую руку в одну прямую линию. Дышите ровно, спокойно. Со вдохом поднимитесь, поверните стопы вперед, прыжком поставьте ноги вместе, расслабьтесь. Удхита Паршава Канасана еще раз. Будьте внимательны, люди, с повышенным давлением. Не поднимайте руку вверх, не поворачивайте голову, не смотрите вверх. Взгляд, направленный вверх, повышает давление. Тадасана. Со вдохом прыжком поставьте ноги на метр двадцать. Поверните левую стопу внутрь на градусов 5, правую ногу всю наружу на 90 градусов. Старайтесь удерживать вес на левой пятке, не отрывайте ее от пола. Сохраняя внимание там, на выдохе согните правую ногу до угла 90 градусов. Поставьте пальцы правой руки на пол, пальцы правой руки на пол за стопу. Левую руку поднимите вверх, ладонь вперед. Вытяните руку и отпустите ее над головой. Поверните голову, смотрите на левый локоть. Отталкиваясь левой пяткой, удлините левую ногу, бок и руку. Со вдохом поднимитесь, поверните стопы вперед, правую стопу поверните внутрь, левую ногу всю наружу. И на выдохе Удхита Пашваканасана. Поднимитесь, поверните стопы вперед, прыжком. Поставьте ноги вместе, расслабьтесь. И сейчас мы приступаем к важной позе в йоге. Это поза Халасана, поза Плук. Для выполнения этой позы необходимо взять три, кому-то четыре, одеяла. Их нужно сложить в несколько раз. Ложитесь на спину, так, чтобы голова была на полу, а спина, плечи на одеялах. Будьте внимательны. Эту позу нельзя выполнять девушкам во время критических дней. Эту позу не нужно выполнять людям с проблемами шеи и щитовидной железы. В этих случаях поза выполняется только под руководством преподавателя. Оттолкнитесь руками. Согнутые ноги поднимите вверх и поставьте ноги за голову. Скрестите все пальцы рук сзади за спиной. Выверните ладони через верх и опустите руки вниз сзади на одеяло. Выпрямляйте локти. Удлиняйте руки от плечей к ладоням. Втягивайте внутрь лопатки. И вы создадите хорошее расширение грудной клетки. Оттолкнитесь пальцами ног. Колены чашечки направьте к основаниям ног. И поднимайте бедра и ноги вверх. Это вытяжение ног создаст хорошее вытяжение в области позвоночника. Находитесь в позе такое время, которое вы будете чувствовать себя комфортно. Если у вас возникают боли в шее, нужно выйти из позы. Дискомфорт в плечах может быть, но если он очень силен, то также из позы нужно выйти. Поменяйте перекрест пальцев рук и вытяните руки назад. Помните, что позы йоги это позы статичные внешне, но внутренне идет динамика. Мы постоянно удлиняем ноги, мы вытягиваем руки и удлиняем позвоночник. Сейчас он направляется, вытягивается от шеи вверх к крестцу и копчику. Вес в этой позе должен остаться на плечах и на пальцах ног. Если вы чувствуете давление в затылке, значит, поза выполняется неправильно, нужно выйти. Расплетите пальцы рук, отпустите ладони вниз и медленно скругляя спину, позвонок за позвонком отпускаете спину на одеяло. Положите ноги вниз, спустите плечи и верх спины с одеял на пол. Вытяните ноги и расслабьтесь. Повернитесь на правый бок. Сядьте. Мы уже говорили сегодня, что перевернутые позы это очень важная поза в йоге. Они улучшают кровоснабжение мозга. Они питают мозг кровью, кислородом. Клетки мозга становятся эластичными. Сосуды мозга становятся эластичными. Улучшается память, творческие способности. Улучшается работа сосудов и уменьшаются возможности появления самых сложнейших и самых распространенных болезней 21 века на земле. Это сердечно-сосудистых заболеваний. После выполнения халасана необходимо расслабить шею. Встаньте. Сядьте лицом к вашим одеялам, скрестите ноги. Со вдохом поднимите руки вверх. На выдохе наклонитесь. Опустите голову на одеяло и расслабьтесь. Со вдохом поднимитесь. Поменяйте перекрест ног, перекрест пальцев рук. И с выдохом еще раз наклонитесь вперед. Со вдохом поднимитесь. Встаньте. И заканчиваем наше занятие позой шавасана. 18 лет назад я оказалась в тяжелой жизненной ситуации. Бесконечные болезни и проблемы со здоровьем измотали меня. Я обошла много врачей, попробовала многие способы оздоровления и пришла к йоге совершенно случайно. И по сей день я не расстаюсь с ней. Мне очень хочется, чтобы люди вокруг узнали это удивительное средство сохранения здоровья, улучшения здоровья, средство красоты и долголетия. Одеяло к линии плечей. Вытяните руки вдоль туловища. удлините задние части ног к пяткам. Это снимает напряжение поясницы. И уроните ноги правую вправо, левую влево. Закройте глаза. Успокойте ваше дыхание. Расслабьте лицо снизу вверх, подбородок, щеки, нос, глаза, лоб. расслабьте заднюю часть головы, затылок, макушку головы. Расслабьте уши снаружи, внутри. Расслабьте всю голову. ноги снизу вверх. Пальцы на ногах, стопы, голени, кроножные мышцы, колени, бедра. Расслабьте снизу вверх спину. Сделайте мышцы спины мягкими и отпустите их от позвоночника вправо и влево. Уроните все позвонки на пол. Расслабьте переднюю часть тела снизу вверх. Расслабьте живот внутри, грудную клетку внутри. Расслабьте шею, расслабьте руки от пальцев рук к плечам и расслабьте все части тела одновременно. Когда наш ум сосредотачивается на своем собственном теле он успокаивается. Согните ноги, руки, повернитесь направо, откройте глаза, сядьте. йога йога уникальная система упражнений. Занимаясь йогой мы одновременно можем достичь сразу нескольких целей. Улучшить фигуру, улучшить здоровье, улучшить состояние нервной системы, научиться справляться со стрессами. мы можем стать более сильными и выносливыми. Для этого нужно регулярно заниматься. Всего вам доброго, до свидания. Корректор А.Егорова